Субтитры делал DimaTorzok Отсутствие коллабораций, отсутствие коллабораций с Культасом, с канала Культасом Но вы перебиваете судью, перебивать судью не красиво Так и запишите, перебивают судью, так только вонючки делают Вы вонючки теперь, поздравляю, а знаете, что еще обжалованию не подлежит? Что вам теперь нужно сделать мультомыло, возьмите, пожалуйста, это ваше Спасибо, конечно, но о чем мне делать мультомыло? Блин Приветствую! Да здравствует Культас, это было неизбежно Перед нами одна из самых успешных анимационных студий мира, которые гребут деньги бульдозерами И им абсолютно пофиг, что вы о них думаете Иллюминашн, друзья! Об успехе Иллюминашн необходимо рассказывать всем начинающим продюсерам На специализированных курсах, университетах, везде Это необходимо, поскольку явление уникальное В середине нулевых боссы студии Юниверсал почесали репу и задались вопросом А почему это мы не выпускаем собственные мультфильмы? Где наш фирменный маскот? Именно поэтому в 2007 году была создана дочерняя компания Юниверсал Иллюминашн Интертеймент Основателем и генеральным продюсером стал Кристофер Меледантри Тот, в свою очередь, ради новой студии покинул пост президента 20 век Fox Animation и Blue Sky Studios Да, этот товарищ был исполнительным продюсером первых двух ледниковых периодов Роботов и Хортена У Криса был хороший послужной список, а Юниверсал, в свою очередь, пообещали ему творческую свободу Мол, делай что хочешь, только приноси прибыль, пожалуйста Меледантри просек фишку и в первую очередь стал развивать студию как бизнес-проект Он приобретает небольшой ламповый отдел французской студии анимации визуальных эффектов МакГав И вместе они начинают трудиться над созданием формулы недорогой модели производства Грубо говоря, экономьте везде, где можно Но не забывайте, что для Юниверсал все-таки делаем В итоге, Иллюминашн стали чемпионом по ускоренному процессу создания анимаций Идеально гладкие модельки, простой дизайн, повторяющийся бэкграунд, минимум волос, меха и вперед С точки зрения бизнеса план гениальный, с точки зрения творчества не особо В свою очередь, Меледантри говорил «Мне доверили важный коммерческий проект, компанию, успех которой будет всецело зависеть от меня Мне придется решать, какую анимацию использовать и как повысить качество картины и обойти конкурентов Именно по такой формуле был создан их первый многозначительный проект По итогу мы стартуем с 2010-го, заваривайте чай и приятного просмотра Тюменский Илон Маск в один боков представляет Беспроводные наушники CGPods Наушники, которые в 2020 году попали в топ рейтинге продаж беспроводных наушников в России Обогнав даже именитых конкурентов Слушайте музыку из мультфильмов Illumination в гордом одиночестве С достойным звуком и надежной фиксацией наушников в ушах 20 часов работы без подзарядки Бесстрашный кейс CGPods 5.0 сделан из профессионального авиационного алюминия, из которого делают Боинги Кейс CGPods 5.0 может принять на себя нагрузку до 220 кг Наступай на него, роняй, дави гидравлическим прессом Шутка! А нет, не шутка, смотрите сами Влагозащита! Мойте CGPods и с ними ничего не будет Мойтесь сами CGPods, влага им не страшна А ведь защиты от влаги нет даже у американских аналогов У CGPods Lite самый миниатюрный в мире кейс Приятно щелкать! Вот так! Настоящий кейс антистресс! Говорят, женский пол от этого кейса в особом восторге Может потому, что он похож на коробочку от ювелирки? Будьте внимательны! Не покупайте подделки! Китайские копии и оригиналы CGPods похожи только внешне Внутри наушники совершенно разные У копий глюченая прошивка, некачественные динамики и старый Bluetooth У оригинальных CGPods отличный микрофон, годные динамики и современный Bluetooth 5.0 CGPods продаются только онлайн напрямую от производителя без посредников Прямая честная цена производителя 3,5 тысячи рублей В 4 раза меньше, чем у именитых конкурентов А со скидкой по специальному промокоду еще дешевле Ищите промокод на скидку в 200 рублей И ссылку на официальный магазин CGPods в описании к данному ролику Гадкий я Мелидантри выстроил уникальную систему работы Нужно было набрать штат режиссеров и сценаристов, которые должны были существовать годами в рамках студии И идти со своими проектами в обнимку Одним из таких режиссеров был Пьер Кофен, как раз представитель французской студии МакГав В свое время на родине они прославились мультсериалом Пэт и Стэнли Достаточно показать вам этот отрывок и Алды сразу поймут о чем речь Кофен и его команды стали собственностью Эллюминейшн А помогал режиссировать гадкого я Крис Рено Бывший аниматор Блю Скай, который в свою очередь создал короткометражку «Не время для орехов» Главный костяк сюжета был придуман Сержио Паблосом Скромным аниматором из Испании Мелидантри хотел создать историю о суперзлодее-шпионе Вывернув этот образ наизнанку Аудитория любит антигероев И Мелидантри это знал Именно поэтому Паблос положил на ковер Крису первый скрипт «Злого я» На первых этапах он участвовал в разработке И судя по концептам Паблос хотел комиксоидную шпионскую историю С уловимым европейским шармом Что в конечном итоге не устраивало Эллюминейшн В итоге Паблос покинул студию и ушел в свободное плавание И 10 лет спустя сделает для Netflix потрясающего Клауса В свою очередь команда «Гадкого я» оставила костяк истории Но значительно упростила дизайн Грю стал лысым и обаятельным дядькой с шарфиком и мегалучом А вместо страшных роботов кофе на Рено придумали миньонов Кружок, один-два глаза и штанишки А вместо речи они будут нести ускоренную искаженную терабаршину Которую режиссеры сами наговаривают в микрофон Все! За 69 миллионов мультфильм был создан и в итоге успех в кармане Яркие краски, приятная музыка, обаятельные персонажи Все это под соусом классической истории о перевоспитании злодея Разумеется, план по краже Луны будет задвинут на второй план И постепенно Грю поймет важность отцовства и осознает ценность семьи История не хватает звезд с неба Более того, привязанность Грю к детям прекрасно передана через флешбеки Где авторы объясняют нам, что у героя были проблемы во взаимоотношениях с матерью Это затюканный ребенок без любви Который всю свою юность пытался показать, что он не пустое место И именно поэтому уже в зрелом возрасте мы получаем вполне обоснованную сублимацию Несмотря на адутловатость персонажей Простоту и предсказуемость сюжетных троп Мы имеем очень приятное и уютное произведение Со своей моралью, изобретательным экшеном и креативным юмором Который не боялся быть на грани И авторы будто между строк пытаются нам сказать Ребят, кажется вы только что хит посмотрели, но это не точно Первый блин вышел не комом Тут еще была душа и желание рассказать хорошую историю И именно поэтому я скажу yes Мультфильм презентует в Каннах По итогу он покоряет критиков и получает номинации на Оскар и Золотой Глобус Плюс сборы 540 миллионов долларов Молодец старина Крис, машина запущена, заводите пропеллеры Бунт ушастых Изначальный бизнес-план Эллиминейшн подразумевал еще и создание лайв-экшн комедии Бунт ушастых или в оригинале Хоуп стал первым таким экспериментом И последним Выделили на сей действие 63 миллиона Перехватили Тима Хилла, режиссера Элвина и Барундуков И вперед Сюжетный механизм не отличается от других похожих лет Мультяшка из фэнтезийного мира В нашем случае из острова Пасхи Попадает в реальный мир Знакомится с Форминным неудачником В нашем случае с кривляющимся Джеймсом Мартином Они заводят дружбу и начинают оформлять взаимовыгоду В нашем случае пасхальный кролик Хэппи хочет стать рок-звездой Это максимально простая, предсказуемая мусорная жвачка, которая лопается от рекламы Стоит отдать должное Хэппи, играющий на бонгах на острове Пасхи Само обаяние, как и в целом дизайн кроликов, настоящий услада для глаз Он даже какает конфетками, как это мило Но более за этим ничего нет Конфликт разворачивается за 5 минут Хэппи ни с того ни с сего бунтует против отца Приезжает в Америку с мечтой стать рок-звездой Не имея под собой абсолютно никакой почвы Так еще и персонаж Марсдена безработная бестолочь Даже в Велвинах и Барандуках это было логичнее показано, чем здесь Юмор странный, плоский и пошлый А каме у Дэвида Хасельхофа или путешествия в особняк плейбоя Современным детям вряд ли будут понятны У героев нет конкретных целей Лишь пространственное месиво Конечно, фильм пытается нам сказать, что можно, вопреки стереотипам, стать всем, кем захочешь И именно поэтому герои решили махнуться Марсден становится пасхальным кроликом о Хэппи-музыканте Но это тот случай, когда даже хороший посыл подают трэшово и коряво Цыпленок-кролик-оборотень это концентрация кринжа Как и победа над ним с помощью барабанов В общем, это я к чему Таких фильмов, как Хэппи-сотни Если посмотрели тех же Барандуков, то посмотрели все А зачем переплачивать дважды? Особенно, когда эти ребята, очевидно, не старались Именно поэтому я скажу ноу Картин собирать 180 миллионов долларов, что ниже среднего Мелидантри понял, что вертел эти эксперименты И именно поэтому от лайв-экшн-фильмов было решено отказаться Посему возвращаемся к мультфильмам Лорекс Ну здравствуй, доктор Сьюз Давно не виделись? Идея сделать анимационный фильм по культовой сказке Лорекс исходила от Одри Гайзель Жены доктора Сьюза Ей понравилось, что Мелидантри свое время сделал с Хортоном И она попросила его заняться экранизацией истории о нашей оранжевой фрикадельке В режиссерское кресло вновь сел Крис Рено А скрип написали сценаристы ранее упомянутого Хортона Оттуда же перекочевали и аниматоры, и художники Оттого чувствуется некое братское сопряжение между этими двумя проектами Мультфильм был создан за 70 миллионов долларов А на роль Лорекса позвали Дэнни Дэвита Который озвучил Усача на нескольких языках, в том числе и на русском Идея классная, но порой все-таки разобрать речь Дэвита сложновато Но за старание спасибо Всем нуж был прекрасен Он тих и он мил Хорошенький город Посмассовик был Также перед создателями стояла большая проблема Оригинальная книжка была очень коротенькой Доктор Сьюз стихами рассказывал нам историю о дельце на Ходкинсе Который завалился в лес и стал рубить деревья ради создания всем нужек В итоге почти вся природа в лесу была уничтожена Что разбило сердце лесному духу Лорексу Чтобы получить полный метр сценаристам пришлось додумывать Что могло быть до, после и между страницами книги В итоге основная история превратилась в длинный флешбек Основное действие происходило уже в недалеком будущем от лица пацана Теда Который живет в этом пластмассовом мире Пусть все жители в нем счастливы Парень все-таки намеревается найти единственное живое дерево Забавно, что именно в Теде заключается главный косяк этой экранизации Это немного раздражающий и немного глуповатый пацан Чья вся сверхзадача строится вокруг того, что пресловутое дерево он хочет найти для девчонки Чтобы та его поцеловала и возможно даже вышла замуж В этом теряется весь романтизм сути Лорекса Тед абсолютно не понимает, для чего вообще эти деревья нужны Ну кажется они воздух очищают, да? А сам мультфильм пытается нас убедить в том, что Тед необычный юноша Хотя на самом деле перед нами сперматоксикозник классический По итогу столь прилизанная шаблонная голливудская история Очень контрастирует с ранее упомянутым флэшбэком Хотя зерно в Лорексе заложено правильно Мультфильм пытается нам сказать, что мы живем в искусственном и пластмассовом мире Мы перестали уважать ценность природы Особенно когда уже мир одной ногой на пороге экологической катастрофы Мораль хорошая, но высказана очень коряво Да, анимация приятная Сам Лорекс очень забавный В картину даже на пол шишки завезли трогательный финал Но чувствуется корпоративный бульдозер, который проехался по произведению доктора Сьюза А жаль, эти сказки заслуживают большего, я скажу, мэйби Мультфильм собирает 350 миллионов долларов, что не является эталоном И именно поэтому Крис решил вернуться к тому, что у него отлично получается Гадкий я 2 Мы все прекрасно знаем, что это было неизбежно К производству сиквела подключился весь оригинальный состав На этот раз самой большой проблемой для команды аниматоров было создание визуальных эффектов Таких как вода и желе Это привело к сбою и замене программного обеспечения Но штат аниматоров был увеличен, поэтому команда научилась доблестно справляться с подобными багами А итоговый бюджет сиквела составлял 76 миллионов долларов Одной из главных повесточек сиквела стало то, что Грю размяк и стал бытовым клоуном И это правда, он заплесневел в мире отсутствия Отчего всему окружению и доктору и миньонам стало скучно, но только не Грю Ему вполне себе нормально живется Плюс приемные девочки решили отыскать ему жену Хотя в итоге к нему наведывается мадам из антизлодистской лиги Подозрительно напоминающая Лойс Гриффин И в итоге разворачивается своего рода мультипликационный ромком Грю работает с Люси Вместе они ловят мексиканского бурритоса Эль Мачо И наш гадкий касатик налаживает свою личную жизнь Причем на этот раз создатели это подкрепили новой детской травмой Оказывается, с раннего детства Грю боялся знакомиться с девочками Что отразилось на нем взрослым И это продолжает тему детских комплексов Грю с первой части В целом сиквел выглядит приятнее и дороже Несмотря на то, что перед нами ультрадомашнее плюшевое произведение Основные места действия сиквела это торговый центр, дом Грю и задние дворы А юмор пусть и глуповат, но обаятелен и наполнен вайбом какого-то подросткового романтизма Я мечтаю зарабатывать, играя в видеоигры Ух ты! Ты такой разносторонний! Также понравился злодей Ультра клишированный карикатурный Эль Мачо Интересно, что изначально этого персонажа озвучивал Аль Пачино Но в последний момент он ушел из-за творческих разногласий И пришлось срочно искать замену Хотя мультфильм был практически готов Это по-своему интересно, потому что с самого начала У нас было очевидное стереотипное анекдотичное клише Это тот случай, когда творение Иллюминейшн Искренне может поднять тебе настроение И я скажу yes К 2013 году аудитория поняла всю мощь и могучая франшизы В частности Миньонов Тем самым сиквел собирает уже почти миллиард долларов И уйму номинаций на престижные награды Будь то Оскар или Бафта Плюс мы заимели фирменную песню Хайпи от Феррелла Уильямса Песню, под которую наш класс без конца репетировал танец на выпускной Как же она меня осточертела в свое время Ну а дальше началась самая настоящая миньонная монополия Миньоны Они даже не скрывают, что решили пойти в ва-банк Игрушки миньонов приносят студии миллионы Десятки, сотни миллионов долларов Это идеальная бизнес-модель, которая сработала в 2010-м И продолжала набирать обороты Если вам интересно, то мне миньоны не нравятся Они меня бесят А возможно, потому что я вижу в них фальшь Я вижу лишь максимально простой дизайн И натужные попытки рассмешить детей И показаться милыми Объективно, в этом нет ничего зазорного Но когда интуитивно видишь одинаковых персонажей Размноженных на компьютере по принципу Копировать-ставить Это вызывает тоску Но срать все хотели на мое чувство тоски За 74 миллиона долларов был разработан полноценный приквилл спин-офф Режиссером остался Пьер Кофен А сценарий написал Брайан Линч Человек, у которого в раннем послужном списке Был сценарий аттракциона Гадкий я Миньон Хаус в парке Юниверсал Собственно, аттракцион Это ключевое слово для описания этого произведения Миньоны отлично работают как сайдовые персонажи Или герои трехминутных короткометражек Но точно не полного метра У фильма нет четко сконструированного сюжета Нет морали Нет подноготной Наших желтых тик-таков Перекидывают от одной локации к другой Будь то Каменный век Времена Наполеона Или современной Англии Они скитаются по локациям и делают смешные штуки Причем довольно кровожадные По вине миньонов дохнут динозавры Дракула, Наполеон Это довольно странно Да, у них есть сверхзадача Найти лидера Потому что они так устроены Они хотят прислуживать злу Опять же, почему и зачем Непонятно В итоге они находят желаемые Надавав по щам тщеславной тетке Озвученной Сандрой Болок Они находят Грю и улетают с ним в закат Причем этот ребенок отличается От того затюканного мальчика Что нам показывали в предыдущих мультфильмах Ну и как бы Все Что в совокупности нам пытается сказать полный метр Я не понимаю Миньоны толком не разговаривают И не выражают своих самобытных эмоций Может они способны нас развеселить? Ну да Пару гагов действительно смешные И такие перлы Как семейство маньяков Заслуживают внимания Но этого недостаточно Чтобы развить большой полуторачасовой фильм Шутки здесь Это спонтанный набор рандомного сумасшествия Будь то три танцующих толстяка Хроника или очередное убийство Йетти Что ж такое? Миньоны творят глупость разного калибра И им все прощается Потому что они такие милые Дать предмету интерьера карт-бланш на полный метр Это надо уметь И ведь смогли же убедительно и талантливо продать Хотя на деле это дичайший наглёж со стороны Криса Меледантри Грю был полноценным персонажем со своей сверхзадачей У этих ребят нет ничего Перед нами рандомный набор скетчей Которые смели в одну кучу И связали очень корявыми нитками Которые здесь называют сюжетом Я скажу ноу по той причине Что мне обидно Обидно, что благодаря яркой обложке Набор скетчей может собрать в прокате Один миллиард сто пятьдесят девять миллионов долларов Конечно Если есть спрос Значит есть и предложение Но мне кажется У всего есть предел Но как же хорошо Что даже в такие времена Иллюминашн всё-таки могут выкатывать Тайная жизнь домашних животных Пока Пьер Кофен Корпел над миньонами Крис Рено без дела не сидел И разработал свой мультфильм За семьдесят пять миллионов долларов Задумка Меледантри была проста Сделать комедию о животных Наших с вами домашних питомцев Не разбазариваться на фэнтезийные Или комиксоидные миры А просто показать скромные приключения Пушистых милашек В рамках нью-йоркских квартирок И улочек А если идти вообще напролом То авторы решили скомпоновать Сотни видео о милых котиках-собачках И сплюснули их до полного метра В свою очередь Дизайны и характер животных Создатели решили сделать максимально полярными Чтобы игрушки хорошо продавались Гениально! Папочка Крис снова это сумел Да и рычаг пушистого мимиметра Был вкручен настолько сильно Что мне это даже понравилось В этой простоте кроется своё обаяние И в отличие от миньонов Тут есть сюжет и фабула Жил-был пёсик Макс Подселяют к нему вторую собачку Ну и тут начинается конфликт Оба пёсика теряются А остальные друзьяшки Вынуждены их отыскать И спасти день Да! Это огромный пушистый привет Истории игрушек Но со своим фирменным обаянием Конфликт Макса и Дюка Более чем оправдан И прикольно, что в какой-то момент Фильм превращается в своеобразное боди-муви Даже есть своя мини-драма Так, например, здесь есть история Дюка Который потерялся А его хозяин так и не дождался Своего мохнатого друга Фред? А, тот старый Он... Он умер Мультфильм не ограничивается Одними пердежными гэгами А каждый персонаж по-своему харизматичен Будь то длиннющая такса Или ленивые толстые котяры Даже горлопан кролик Снежок Способен дать тебе апперкот милоты Кстати, Снежок рассказывает о том, что раньше работал у фокусника Очень символично, что в 2008 году Студия Пиксар выпустила короткометражку Пресс, то про очень похожего кролика и фокусника Намек? Концепт того, как милые зверята ходят гуребой по Нью-Йорку под саксофон Имеет свое чарующее обаяние В конечном итоге день спасен А финальная нарезка в лишний раз напоминает о том Как важно ценить и любить своих пушистых друзей Пусть главный герой возвращается к своим хозяевам Но не стоит забывать, что не всем так повезло в жизни, как им Это до одери простая, но честная мораль Как и в целом, тайная жизнь домашних животных Оставляет после себя приятное послевкусие И я рискну сказать «Ес» Мультфильм собирает почти 900 миллионов долларов Поэтому в релизе сиквела можно было не сомневаться В свою очередь, папочка Крис просек, что бабки можно рубить и на милых зверятах Посему он не собирался останавливаться Зверопой Зоопарк в действии Бюджет вновь 75 миллионов долларов Им по квоте его там что ли выдают 30% этих денег ушло на музыкальные авторские права Плюс на довольно дорогой каст озвучки Мэттью МакКонахи, Скарлетт, Йоханссон, Сетт МакФарлин и многие другие Режиссер и сценарист мультфильма Кар Дженнингс Новичок в команде Известен он тем, что ранее снимал экранизацию автоступом по галактике А теперь попал в семью иллюминашн Благодаря концепту антропоморфных животных и названию от нашего прокатчика Может показаться, что перед нами дешевая калька зверополиса Но это не так Мульты вышли довольно рядом друг с другом И план Мелидантера заключался в другом А именно сделать музыкальную драмедию Где основное действие будет крутиться вокруг песенного музыкального конкурса В картине звучит более 60 треков Включая эксклюзивные композиции от Стиви Уандера и Ариана Гранде Замес, в принципе, добротный Жила-была Каала Держал наш герой малый независимый театр Где тот устраивает песенный конкурс с призовым фондом тысяча долларов Дурачок-помощник случайно приписывает в листовке призового фонда пара нулей И эти бумажки попадают к остальным героям нашей звериной драмы Будь то мать-одиночка, проблемный сынок или леди, у которой есть боязнь сцены Но все они нуждаются либо в деньгах, либо в неукротимом желании показать себя Из-за этого будет строиться весь дальнейший сюжет Сам мастер-бунт, вот еще про хиндей, который способен влезть в долги Конфликт забитой домохозяйки и усталого мужа очень неординарный для детского мультфильма Да даже из-за мены дикобразихи ее сопутствующий плач у микрофона взывает неподкупный интерес Зверопой походит на своеобразный альманах с краплением песен и драм Интересно, что сценарий данного мультфильма можно с легкостью наложить на лайф-экшн-картину с живыми людьми Если бы они не были животными, не изменилось бы ровным счетом ничего Но животные лучше продаются, поэтому Меледантори чихать хотел на ваше мнение По итогу мы имеем яркую, красивую и музыкальную драмедию с серьезными подтемами Даже каждая песня из финального выступления имеет свой сокровенный смысл для героев Будь то желание избавиться от семейной рутины, возможность побороть страх сцены или переживания после разрыва с отцом Это здорово, что мультфильм может говорить на серьезные темы, которые могут покорить как и взрослых, так и детей Да, мой мозг в состоянии понять, что перед нами очевидная жвачка Но вполне вероятно, новый постановщик хотел вложить в это произведение нечто большее, чем пердящих животных под веселые песенки И это заметно Скажу мультфильму «Ес» Зверопой собирает в прокате 630 миллионов долларов Он не был обделен вниманием критиков и даже получил несколько музыкальных премий Но на любой милый эксперимент всегда найдут свои миньоны Гадкий Я-3 После успехов миньонов франшиза приказала жить, если не вечно, то уж точно долго Особенно было забавно слышать заявление Меледан 3, что Гадкий Я-3 будет завершением франшизы Че, серьезно, поверили? Бюджет составил уже 80 миллионов долларов Пьер Кофен вновь на месте, так еще и к производству присоединился Кайл Балда Второй режиссер Лорекс Эминьон Перед нами абсолютно разрозненный и безидейный триквел Такое чувство, что устали все И аниматоры, и сценаристы, и даже Стив Карл, родной голос Грио Актер заявил, что Гадкий Я-3 может оказаться последним фильмом, в котором он озвучивает этого персонажа И если он в будущем вернется, то только на эпизодик А голос доктора Нефарио уже и вовсе свалил в небытие Драматургия триквела очень странная Наш Баклан застрял в ботовухе Тогда кучи его увольняют из антизлодейской организации Далее Грю вновь придется доказать, что он злодей хоть куда Но, понимаете в чем проблема? Помимо мнимого желания вернуться в эту организацию У Грю есть дети, любящая жена, огромный домино, плюс брат в придачу Здравствует дешевый мексиканский сериал И в отличии от Шрека навсегда, Грю устраивает такой расклад событий Он не унывает, и желание вернуться на работу выглядит лишь мелкой безидейной хотелкой В свою очередь, брат Грю, Дрю, просто свалился с неба Более того, он брат-близнец Блин, это точно такая же модель, как Грю, только переодетая По факту, у нас один брат-мажор, другой безработный И оба они вытряхивают свои комплексы друг на друга Что этим нам пытается сказать триквел? Уважаете братьев своих? Ну, ладно Помимо этого, у нас есть подсюжет, где младшенькая ищет единорога За Марго бегает фриковатый мальчик А миньоны оказываются в тюрячке Это обособленные друг от друга подсюжеты, которые не влияют на общую историю То есть мы просто растягиваем хронометраж Сделали бы уж мультсериал и не парились, Крис, ну ты чё? Прикольный разве что злодей Бальтазавр Псих, помешанный на 80-х, пляшущий под аутентичные треки Майкла Джексона В общем, триквел очень тактично пытается нам намекнуть, что франшиза выдыхается Конечно, это по-своему мило, музыкально, карапузно и явно несет в себе больше смысла, чем пресловутые миньоны Но я в состоянии сказать третьей части свою коронную мэйби Но итог был ожидаем Больше миллиарда долларов в прокате А Мелидантри в свою очередь заявил, что гадкий Я-4 уже находится на ранней стадии разработки Поэтому трилогия трилогии, но миллиард долларов скружит голову кому угодно Гринч Вновь доктор Сьюз, привет, как поживаешь? Многие знают историю Брюзги Гринча, желающего украсть Рождество Показать нам новую дорогостоящую экранизацию, угадайте за сколько? За 75 миллионов долларов, да еще и с Бенедиктом Камбарбетчем в роли Зеленого Проныра Идея весьма недурная Мне очень нравится этот персонаж и мораль оригинального произведения Хоть до тошноты терпеть не могу одноименный фильм с Джимом Керри Самое странное и забавное, что как бы я не хотел, чтобы мне этот мультфильм понравился Полюбить его так же затруднительно Я долго пытался понять, почему Вроде бы анимация яркая, тон повествования ультра жизнерадостный Оригинальный посыл сказки не опошлен Все трафаретно и удобоваримо до одури Но может в этом и кроется главная проблема Гринча? Очень грустно, что абсолютно весь мультфильм сделан в ядрено-ярких карамельных тонах Даже когда дело касается самого персонажа В данной интерпретации этот парень может и вредная скряга, но точно не социофоб Здешний Гринч живет в милой, уютной ламповой берлоге Песик – безумно милый компаньон, с которым он крепко дружит Гринч в состоянии спускаться к тошкам за продуктами Он хоть сквозь зубы, но крешится за бородатым лесничем и даже приютил себе оленя Этот парень точно не изгой Скорее, не самый дружелюбный задира-хулиган, который на подсознательном уровне хочет к себе внимания Гринч слишком много кривляется, что начинает роднить его с Грю Сидни Лу стала типичнейшей девочкой-зажигалкой А такие сцены, как неудачные полеты на санях, будут скорее напоминать мультфильмы Луни Тюнс Данный мультфильм выглядит как банальнейший шаблон, который мы видели в сотне мультфильмов от разных студий Но в этом и прикол, что оригинальная история Гринча крайне выделяется среди всех остальных сказок И при желании, на большом экране она может быть крайне самопытна и оригинальна С другой стороны, если отвязаться от всего канона, то на выходе мы можем получить сносный мультфильм о скряге Который все же смог выйти на путь истинный и дружно отпраздновать Рождество вместе с ктошками Но это не отменяет того факта, что персонажа апопсили И я скажу, мэйби Чтобы понять, о чем я говорю, посмотрите оригинальный мультфильм 66-го года Это обаятельное зрелище, не пожалейте Мультфильм приняли спорно И несмотря на знакомость персонажа, сборы еле-еле перевалили за 500 миллионов долларов Результат сносный, но не впечатляющий Но у Illumination есть подушка безопасности в виде сиквелов Тайная жизнь домашних животных 2 Крис Рено снова у руля Вся домашняя братья вернулась с небольшой поправочкой на то, что главного героя Макса уже не озвучивает Луи Си Кей Его погнали санными тряпками из-за сексуальных домогательств Но это не помешало основному производству мультфильма Чем смог отличиться сиквел? Честно, ничем Что авторы сделали? У хозяйки Макса и Дюка появился сын Карапуз Ну ок У Макса появляется синдром гиперопеки Пусть он не родитель, а собака Ну ок Макса ведут к ветеринару Ну ок Макс и Дюк поехали на отдых Окей Гиджет потерял игрушку Макса Да-да, это все прекрасно, а сюжет-то будет? Но формально сиквел пытается поднять тему пагубности гиперопеки над детьми А до кучи высмеивает концепт цирка Мол, это кровожадное место, где над животными то и делают, что издевается Именно поэтому наш суперкролик спасает тигренка из лап французского циркача Какая злая ирония, что на самом деле циркач из России и зовут его Сергей Но как и в случае с миньонами, этого не хватает для полного метра У нас есть три разных сюжетных линии, которые почти не соприкасаются друг с другом Это же самый банальный замес для мультсериала минут на двадцать И сдашь немного влево и получишь такой же хаотичный набор скетчей Но слава желторотому богу, герои смогли к третьему акту сплотиться в единое целое Дюк перестал быть трусом, а дикие звери оказываются тоже чуткие иронимые существа, которым нужно внимание А чтобы добить нас, создатели решили без всякого стеснения пустить настоящие видосики с собачками и котиками Сиквел яркий, ультрапозитивный, в нем есть новые локации, новые герои Но это не отменяет того факта, что перед нами очень ленивая и вторичная сценарная работа Которая заслуживает лишь малых экранов Я думаю, первая часть своего времени уже сказала все, что можно и в сиквеле не нуждается Поэтому я скажу «мэйби» Подумал так не я один Потому что сиквел собирает вдвое меньше оригинала 430 миллионов долларов Это заметный спад, что очевидно не порадовало папочку Криса Именно поэтому триквела в ближайшее время мы не увидим Но нет смысла переживать Ведь это не отменяет того факта, что впереди нас ждет еще куйма проектов от этих ребят В течение 2021 и 2022 года Иллюминашн Интертеймент нас порадует и второй частью миньонов с подзаголовком «Гривитация» И продолжением «Зверопоя» Более того, не стоит забывать, что теперь Universal принадлежат акции DreamWorks Animation А значит, не за горами и продолжением Мадагаскаров и Шреков Вот уже анонсировали сиквел кота в сапогах Господь, хоть бы он был хорошим! Несмотря на малые финансовые осечки, Иллюминашн на коне И на сегодняшний день является анимационным мега-титаном после Диснея То ли еще будет? Крис Меледан 3, как и обещал, сотворил идеальную бизнес-модель Да, это мультфильмы разной степени качества Но они всегда стабильно продают себя с потрохами С точки зрения бизнеса, этот мужик гений А уж нравится ли вам эти мультфильмы или нет, дел десятый Можно выкатить целый вагон претензий к Иллюминашн Но стоит понимать, что это абсолютно бессмысленно Ведь если это не цифра и не годовой оборот в 5 миллиардов долларов То будь добр, катись колбаской по малой спаске Но дай боже, чтобы Иллюминашн не завязли в своих сиквелах по самые помидоры Ведь хочется верить, что эти ребята еще смогут нас удивить Фух Что ж, мы это сделали, пижама-боб? Суд принимает к рассмотрению ваш никчемный обзор А про короткометражки кто рассказывать будет, а? Какие еще короткометра... Блин Спасибо за внимание Подписывайтесь на канал, инстаграм, телеграм Обязательно пишите, как лично вы относитесь к студии Иллюминашн И всем пока Господи, тиш мой хорошенький, я тебя не обижу Уммм